До 70 человек увеличено число специалистов, осуществляющих поквартирный обход. К 20 сотрудникам МЧС присоединились социальные работники. Для оперативной доставки воды всем нуждающимся привлечены студенты медицинского колледжа, члены молодежной организации «Молодая гвардия». Их задача – выяснить, кто из сухоложцев нуждается в дополнительной помощи и сообщить в штаб для немедленного реагирования. С подробностями из администрации городского округа Людмила Суверток. Ситуация с водой продолжает оставаться серьезной. Напряжение в этом смысле есть, хоть оно и не растет, но оно существует. Именно этот факт вызвал необходимость проведения совещания сегодня в городской администрации, где собрались волонтеры, к числу которых относятся социальные службы, студенты медицинского колледжа и студенты, которые входят в состав «Молодой гвардии», молодежной организации, и, конечно же, бойцы и работники МЧС. «Очень много муниципалитетов откликнулись. Фактически у нас все соседи так или иначе помогают. У нас сейчас водители, машины направлены, воду возим, распространяемся. Еландский гарнизон помогает, МЧС помогает. Все здесь, все помогают. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы люди хорошо понимали. Задача решается, они не оставлены в беде. Они будут, задачи будут решены в любом случае. Сейчас ожидаем городской Екатеринбургский водоканал, который дополнительно будет обследовать. И резервные станции. У нас есть еще решение добавить не менее 100 кубов в час воды. И это решение тоже попытаемся сегодня обследовать. Понятно, надо еще и работы провести, поэтому это требует времени. И технические другие решения сегодня будут проведены. Председатель правительства сегодня назначил еще раз штаб. Он будет проводиться там, на водоканале. Мы фактически каждый день эти штабы проводим. Губернатор ежедневно, как минимум дважды, трижды, каждого из нас опрашивает. Он в курсе всех вопросов. И фактически через день бывает здесь. Точно так же проводит. Прокуратура проводила здесь совещание. Любые нарушения фиксируем. Значит, у нас здесь Роспотребнадзор очень внимательно следит за тем, чтобы не нарушались правила. Ну, краткую информацию вы знаете, что будет проводиться вакцинация. Она, значит, профилактическая, она не принудительная. Но, тем не менее, мы считаем необходимы, есть хорошие вакцины у нашего министерства здравоохранения. И будем проводить в том числе и вакцинацию для того, чтобы на всякий случай избежать каких-то последствий. Наша миссия, как бы, обойти дома в Сухом Лугу, спросить, проинформировать всех жителей, что какая ситуация сложилась в Сухом Лугу, и спросить, есть соседи-инвалиды, нужна ли им наша помощь. Мы тоже хотим помочь нашему городу, я все-таки тут родился, все-таки родные стены, и помощь, ну, каким-то пенсионерам, там, инвалидам, все равно, они же не могут обойтись без, ну, молодых или без обычных зрелых, ну, взрослых людей. На телефоны многоканальной горячей линии продолжают поступать заявки о доставке воды. Большая часть из них удовлетворяется в течение двух-трех часов. В городе на подвозе воды работают 28 спецмашин из соседних городов. Важно в условиях дефицита воды не допустить разрастания кишечных инфекций. Вакцина будет, начиная на организованных детей, это будут дети школ и детских дошкольных учреждений, они будут в первую очередь прививаться. Вакцинация будет организована в школах, то есть там есть списки детей, кто-то уже привитой, кто-то не привитой, поэтому все это будет организовано, никаких подворовых обходов не будет. Будет в организованном коллективе, в школе или в детском дошкольном учреждении. Поэтому жителям города так и объясняйте. Вторая категория вакцины, которые будут прививаться сегодня, это будут декретированные контингенты, те, которые сегодня работают в магазинах, воспитателей детских дошкольных учреждений, в столовых в общественном питании, хлебокомбинат, молзавод. Это те люди, которые нас сегодня обеспечивают продуктами питания, салаты кто делает, чтобы через них не произошло заражение именно населения. Поэтому вакцины поступило дезинтериозонно и гепатитом А будут прививаться вот эти полторы тысячи человек декретированных контингентов, это вот продавцы, воспитатели всех, которых я назвала, дети будут прививаться только от гепатита А. Аварийная бригада муниципально-магнитарного предприятия Горкомсети выезжала на устранение аварии на магистральном участке водовода на протяжении последних лет каждую рабочую неделю. За прошедший год работники спасали ситуацию 240 раз, стараясь обойтись без полного отключения подачи воды в дома и объекты соцкульпт-быта. Сегодня город находится в условиях героического преодоления накопленных за последние годы проблем и продолжает надеяться на скорейшее оздоровление ситуации в условиях, когда взаимопомощь и взаимовыручка самих горожан просто неоценимы. Волонтеры пошли по домам опрашивать население, кто нуждается в помощи, кому нужен подвоз воды. Ну а что будет завтра, узнаете завтра. Смотрите нас в эфире с 18 часов до 19. Людмила Суверто, коллега Ефремов, Сергей Бекетов. Специально для РФ.